ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И, наконец, если у вас возникают какие-то вопросы, я буду очень рад их услышать, если сумею на них ответить. Тема сегодняшнего разговора совершенно не математическая и не очень физическая. Она скорее о технике. Речь идет о моделировании разных процессов, как это можно реально делать. Как это делали когда-то, ужасно давно, и почему это было здорово. Заодно мы поговорим о том, что такое обратная связь. Я попробую, если сумею, рассказать, что такое операционный усилитель. И немножко о том, как это можно все делать, даже и самостоятельно тоже. Я постараюсь поменьше писать на доске, побольше говорить. Но, в принципе, смотрите, времени у нас довольно много. Еще если вы устанете к середине этого дела, мы устроим небольшой перерыв. Нет, Саша, значит, у нас очень строгий регламент. Да. 74 минут для лекции. Время пошло. 5 минут до окончания твоего времени, и я тебя прижиму. Хорошо? Для того, чтобы они могли успеть задать какой-нибудь вопрос. Нет, просто чтобы ты закруглился на красивую. Нет, ну это-то легко. Итак, первый любопытный вопрос в плане постановки задач. Ну, мы знаем, как трудно решить задачу про кубик на поверхности стола, на который действует постоянная сила. Надо найти его ускорение. Ну вот, обратите внимание, что обычный водитель автомобиля решает куда более сложную задачу. Он едет по неровной поверхности, в условиях массы действующих на него сил. То есть вот как-то водители умудряются решать эти сложные уравнения так, что автобус продолжает двигаться по дороге. Некоторые из них этого делать не умеют, я имею в виду решать уравнение, но автобус все равно едет. Вот как это получается? Оказывается, здесь действует знаменитый, чрезвычайно интересный и удобный принцип. Принцип обратной связи. Как только человек ощущает, что он едет куда-то не туда, то автобус начинает отклоняться вправо. Он просто крутит рот. И удается таким образом удержать автобус на достаточно, в общем-то, предсказуемой какой-то траектории. Вот попробуем поговорить об этом. Насколько это вообще эффективно и возможно? Существует замечательный пример. В России, где-то в конце 20-х годов, была сделана ракета, которая потом получила название Фау-2. Потом на много лет прекратились эти работы. Были более важные военные задачи в Германии. А потом очень срочно эта ракета была доведена до Урма и даже летала. До сих пор почти неизмененные вот такие ракеты продолжают нести разумное, доброе и вечное, в общем-то, это то, что дают военные направляющие. Возникает серьезный вопрос. А вот как тогда можно было эту ракету сделать? Ведь никакой электроники тогда не было. Обратите внимание, это баллистическая ракета. В переводе на человеческий язык это означает вот, что вы первые там полторы минуты ею управляете, а дальше она летит как камень. Вот эта неуправляемая часть траектории называется баллистической частью траектории. То есть баллистическая ракета это самое простое, что можно придумать. Вы ее бросили, и она дальше летит как камень. Так вот, для того, чтобы она попала на расстояние там 200-300 километров, более-менее туда, куда вы хотели, нужно забросить ее с невероятной точностью. Ее надо вывести на определенную высоту и придать ей строго определенную скорость. И по углу, который эта скорость составляет со всякими осями, и по величине. Малейшая ошибка приведет к тому, что ракета попадет куда-нибудь не туда. Другая проблема. Для того, чтобы обеспечить в данной точке полета нужную скорость, во-первых, нужно знать, где эта точка находится. Находясь внутри ракеты, вы можете определить только ее ускорение. То есть вам нужно устройство, которое позволит измерять в каждый момент скорость ракеты, измерять в каждый момент высоту ракеты над землей. И измерять, каким-то образом определять направление скорости этой ракеты. Это все нужно делать по результатам измерения только ускорения. Вот единственное, что можно измерить изнутри. Причем никакой электроники, никаких электронно-веселительных машин, даже простого пентиума туда нельзя ставить. В общем, как такие задачи можно решить, и как они решаются. Вот, собственно, тема начальной части нашего разговора. Итак, что такое обратная связь? Начинает ваш грузовик, давайте вернемся к грузовикам, Ракета ведь слишком сложная. Ваш грузовик начинает уклоняться вправо. Возникло заметное отклонение. Крутите руль влево. Вопрос. А насколько энергично это надо делать? Ну, в общем, это вопрос стратегии. Настоящий шофер сразу крутит до отказа. Обратите внимание, чем сильнее вы выворачиваете руль, тем быстрее автомобиль поворачивает и приходит в нужное вам состояние. Но, с другой стороны, если вы слишком сильно повернете руль, то вы наверняка проскочите это положение, нужное вам, правда? Наступает момент номер два, нужно крутить руль теперь уже в другую сторону, компенсируя новое отклонение. И вот тут, возможно, крайне неприятная ситуация. Смотрите, какая. Вы отклонились на целый сантиметр вправо, энергично повернув руль. Вы проскакиваете положение равновесия. И замечаете это, когда вы отклонились уже на два сантиметра влево. Ну, теперь вы знаете, что делать. Вы снова энергично поворачиваете руль. И новое положение, в котором вы начинаете, уже на расстоянии, скажем, 4 сантиметра. Ну, вы догадались, какая посредственность нам угрожает. Каждое следующее отклонение все больше и больше, а ширина дороги ограничена. Таким образом, регулируя ваше движение, вы можете раскачать его от безобидного одного сантиметра все больше и больше. И в конце концов оказаться в кювете. Обратите внимание, кювет это просто местоположение. Вы знаете, что надо делать. Надо крутить руль. Просто находясь в кювете, это уже поздно делать. То есть возникает вот такой вопрос. Очень хотелось бы придумать такую систему управления, которая снижает погрешность, а не увеличивает ее. Понятно ли это? С другой стороны, если вы будете крутить руль осторожно, то вы очень нескоро отрегулируете ваш сантиметр. А ведь если вы начали смещаться вправо, то вы продолжите это делать, если не примете меры. Вы смещаетесь, вы медленно-медленно уменьшаете скорость смещения вправо. Тут опять есть возможность оказаться в кювете. Но уже зато в предсказуемом управлении. То есть, короче, управление должно быть некоторым образом соразмерным, возникшей погрешности. Вот как можно это сделать разумно? Как можно не раскачать свою траекторию до колебаний все больше и больше амплитуды? Но сделать управление достаточно быстро. Между прочим, эта задача совсем непростая. Даже вот чтобы понять, что надо делать, тут тоже надо долго думать. Все это относится к очень многочисленным проблемам механики. Тут есть масса книжек по этому поводу. Мы попробуем на таком кулинарном уровне порассуждать. Первая красивая идея. Ну, мы сейчас выясним. Попробуем на пальцах объясниться и выяснить, какое же все-таки нужно оптимальное управление, чтобы не перейти на все больше и больше отклонения в разные стороны. Второе. Мы постараемся, ну если не придумать, то по крайней мере обсудить более разумный метод управления. Более разумный метод сводится вот к чему. А зачем ждать, пока целый сантиметр накопился? Ведь на самом деле, когда вы реагируете на отклонение, может быть, окажется уже поздно. А давайте смотреть вот же, чтобы уйти вправо на целый сантиметр, нужно, чтобы ваша скорость была направлена туда. Правда? Давайте измерять не только отклонение, но и скорость. И начинать крутить руль можно, когда вот эта скорость появилась, с некоторым упреждением. Понятно. У вас еще не накопилось достаточно большого отклонения в эту сторону. Вот такое управление используется на практике, его называют управление сопережением. Забавный термин, он приносит очень много забавных же недоразумений. Одно из них я просто вспоминаю с удовольствием, когда я был маленький. Мы ездили на сборы военные, это было после пятого курса. И там было, ну это большой секрет, но на Пистехе, в общем, нас учили управлять ракетами и другими летательными аппаратами. И вот там на прямо заданный вопрос одного большого местного специалиста, а что такое управление сопережением? Он сказал, ну это совсем просто, чтобы вы поняли, я даже еще упрощу ответ. Вот на входе системы импульса еще нет, а на выходе он уже есть. Сама по себе идея довольно забавная. Но надо понять, что никакого опережения в плане того, что еще ничего не произошло, а вы уже начали принимать меры, все-таки нет. Что-то уже произошло, уже появилась некая причина, по которой у вас скорость направлена туда. Значит, разумно сочетая измерение скорости и измерение отклонения, вы можете выбрать более разумную методику компенсации этого дела. Значит, как было это устроено в ракете Фау-2? Было довольно интересно. Во-первых, внутри ракеты стояли датчики, которые позволяли определить ускорение. Ускорение измерялось по компонентам. Ускорение по оси Z, ускорение по оси X, по оси... К тому времени уже эти оси были в конце 20-х годов. Вот три компонента ускорения давали возможность дальше найти... А что там дальше можно знать ускорение найти? Ну, скорость. Зная, как скорость меняется со временем, можно попытаться найти координаты. Ну, между прочим, сама по себе задача, вам дали график ускорения, построить график скорости. Она довольно нудная. В этих ракетах внутри там не сидел девятиклассник и не рисовал этих графиков. Вот как можно по графику ускорения, которое меняется, причем меняется, вот уже сейчас надо строить график скорости. Как это можно сделать? И вот тут появляется красивая идея моделирования. Нам надо... Ну вот, я надеюсь, что многие из вас этот термин знают. Нам надо интегрировать поступающую величину ускорения. Оказывается, можно сделать вот что. Можно преобразовать ускорение в какую-нибудь удобную величину. Ну, например, чем больше ускорения, тем быстрее вращается какая-то ось. Пусть угловая скорость вращения оси, какой-нибудь электромоторчик, чем больше напряжение на него подано, тем больше угловая скорость его вращения. Вот какая величина будет характеризовать интеграл от угловой скорости? Наматывать туда что-нибудь. Ну, например, можно нитку наматывать, да? А можно просто угол поворота измерять. Вот угол поворота в чистом виде интеграл от угловой скорости. Если мы сумеем нужную нам величину преобразовать разумным образом в угловую скорость вращения, то угол поворота... Слушайте, а зачем нам нужен угол поворота? Понятно ли это? Чтобы в основе интегрирования находить положение. А зачем нам нужен? Кстати, и это можно. Но можно при помощи очень простой электрической схемы, я сейчас ее нарисую, преобразовать угол поворота снова в напряжение. Это напряжение, электрическое напряжение... Вот раньше у нас было электрическое напряжение пропорциональное к ускорению. А теперь мы получим электрическое напряжение пропорциональное уже найденной нами скорости. Да, еще один такой же интегратор позволяет найти координату тела. А вот теперь несколько слов про технику, как это было устроено. Представьте себе, что ракета на протяжении, скажем, одной-двух минут должна лететь в управляемом режиме. Вот вы там зажгли спичкой, в нужную вам часть, и ракета начала работать. Она взлетает, ну и, значит, она должна подниматься, одновременно меняя свое положение в пространстве. И закон этого изменения строго заданен. Вы можете сделать очень интересную вещь. Я сейчас нарисую некую простую картинку. Представьте себе, что у вас есть батарея, питающая следующую электрическую цель. Здесь стоит резистор с тремя выводами, называемый потенциалом. Положение третьего вывода может меняться. Ну, например, резистор может быть устроен так. Вот резистор вид сбоку. Вот так на него, вот это мы видим, боковые части проволоки, которые намотаны на цилиндрическую, тонкую, какую-то изолированную, изолирующую поверхность. То есть, это такой вот торт испорченный. Если рисовать его немножко в другом виде, то он будет выглядеть вот так. Вот так витки этой проволоки намотятся. Во всей его окружности. Давайте изоляцию проводов здесь уберем. Вот эти части проводов пусть будут неизолированы. Вот движок, который может вращаться вокруг этой оси и контактировать с разными частями этой шелфы. То есть, поворачивая ось, на которой укреплен движок, а здесь этот движок выглядит вот так. Вот она оси. И вот он касается разных частей. Вы можете менять положение этого движка. Обратите внимание, давайте сделаем здесь делитель из двух одинаковых сопротивлений. скажем R и R. И возьмем напряжение между точками А и В. Это напряжение будет равно нулю, когда ваш движок стоит посередине. Стоит ему в одну или в другую сторону отклониться, как у вас между точками А и В появится напряжение. Напряжение это, ну в некоторых небольших пределах скажем, пропорционально углу отклонения. Это напряжение вы можете использовать для того, чтобы крутить электромоторчик. Причем возьмем правильный электромоторчик, который будет крутиться то в одну, то в другую сторону, в зависимости от полярности этого напряжения. Значит, если у вас вот основная часть связана с корпусом ракеты, а ось движка поворачивается нужным вам образом, то при взаимном их отклонении возникает некоторое напряжение. Представьте теперь необходимость программного изменения параметров движения. Поставим этот потенциометр в какое-нибудь устройство. Заведем пружинку, и пусть это устройство будет поворачивать наш потенциоид. Тогда, чтобы остаться в нуле, наша система должна будет предпринимать какие-то действия. Это и будут действия по правильному управлению ракетой. Самое интересное, что эта система хорошо работала. То есть на удивление хорошо. То есть эта ракета там прошла уже в общем-то очень много лет, до сих пор совершенно похожая на нее ракета, до сих пор там летают. Вот знаменитые эскады устроены практически так же, как эта вот исходная ракета. В чем действие? Действие чего? Вот такая. На моей действии. Значит, я задал необходимый со временем закон изменения положения ракеты в пространстве. И вот эту основную часть я поворачиваю по этому закону. Сама ракета все время старается сделать так, чтобы это напряжение было нулевым. Как только появляется какое-то отклонение, она мгновенно начинает поворачивать руль обратно. У нее на самом деле не совсем руль, у нее так называемые газовые рули. В струе вытекающих из ракеты раскаленных газов можно поставить пластину, либо она стоит ребром, либо вы ее повернули, и тогда начинается давление на эту часть со стороны газа. Значит, появляется момент сил, который начнет ракету в пространстве. Нет, это происходит на вот том коротком кусочке запуска в течение этих двух-трех минут. Да-да-да, наша задача довести ее до нужной высоты, передав ей нужную скорость, а дальше она уже летит сама. Более того, там многие части эти уже не являются нужными и отбрасываются. Значит, если вам будет интересна эта часть темы, я с удовольствием расскажу об этом подробнее. Мне это нужно было для начала. Все-таки грузовик это не так интересно, как ракета. А вот теперь красивая идея, как это можно сделать на чуть более современном уровне. Оказывается, очень многие величины удобно преобразовывать в величины электрические. Хороший пример. Вот представьте себе пример практический. Вы хотите озвучить собою стадион. Чтобы все они дрожали там так, с кальмовыми звуками. Ну, мало есть певцов вот с таким вот размером выходного этого отверстия. Как правило, значит, у них даже там у великого певца Филиппа Киркорова и то, в общем, довольно ограниченные возможности в этом плане. На самом деле, мощность звуковой волны, которую спускает вот в пике такой певец, составляет десятая доля ватта. ну, в общем, это не относится вот к музыке, это относится к мощности. Для того, чтобы озвучить стадион, нужна мощность звуковых волн, ну, как минимум, тысячи или даже десятки тысяч этих самых ватт. Что в этой ситуации делать? Вам нужно, чтобы звуковое давление именно оно влияет. Что-что? Архитектура этого стадиона не может помочь? Архитектура стадиона это очень интересная вещь. Нет, она не может увеличить излучаемую мощность. Она может какие-то звуки повернуть обратно и окончательно испортить все. То есть, если появляется отраженный от стен сигнал, вот волна, которая отразилась от стены, и пришла обратно, она уже опоздала, певец уже поет о чем-то другом. То есть, она может еще и испортить характер звучания. Но дело даже не в этом. Там некоторые певцы в залах поют, там стены все-таки есть, там архитектура присутствует. Сейчас я два слова в этом все-таки скажу. Так вот, основная идея, которую используют все уже давно. Звуковое давление около певца преобразуется в электрическую какую-нибудь величину. Ну, например, при помощи микрофона звуковое давление преобразуется в напряжение, которое меняется со временем по тому же закону, что звуковое давление в исходной волне. Почему в напряжении? Это очень удобно. Во-первых, электронщики уже давно умеют с такими электрическими сигналами делать все, что угодно. усиливать их. Усиливать их. Сейчас я объясню, что это такое. На самом деле это не совсем усиление. Делать из них консервы. Ну, то есть записывать куда-нибудь там на магнитную ленту, например. Делать устройства, которые обеспечивают обратное преобразование. Вот как из электрической величины получить звуковое давление, которое меняется... Слушайте, а это интересная вещь. Вот смотрите, я ощущаю... Я только свой голос немножко слушаю. Вот, создавая мною волны, оказывают некоторое меняющееся давление на перепонку уха. Вот что будет, если я это звуковое давление увеличу в 10 раз? Но, сохранив функцию, изменяющуюся во времени, то же самое. Звук станет громче. Мы чётко совершенно можем сказать это тот же самый звук, просто громче. Подойдите к певцу поближе, вы услышите то же самое, только погромче. Значит, увеличение мощности это полезно. Звук становится громче. Главное, чтобы закон изменения звукового давления со временем остался тем же самым. И вот, если мне удастся сделать вот что. Преобразовать звуковое давление в электрическую величину. Потом с этой электрической величиной сделать много полезных преобразований. А потом вновь превратить в звуковое давление, я достигну своего, своей цели, достигну того, чего хотел. В любом месте стадиона будет хорошо слышно. Вот эти системы существуют ужасно давно, и у них тоже есть много тонкостей забавных. Вот я попробую сейчас перейти немножко к технической части. Для начала совсем простой пример. Большой бак с водой на крыше дома. Труба. Я нарисую только то, что нас интересует. Труба. И здесь стоит регулятор. Водопроводный кран. Обратите внимание, я могу ничтожными усилиями, просто закручивая кран или откручивая его, менять водяной поток. Могучий водяной поток. То есть малыми затратами энергии, малыми мощностями я могу регулировать куда более мощные потоки. Если мы посмотрим на эту систему внимательнее, мы поймем, что источником энергии является вот этот бак. Вода поднятая на эту высоту, кто-то поработал, затратил сколько-то джоулей, а дальше мы этот поток используем. Мощность, необходимая для управления, может быть совершенно ничтожной. и наша проблема вот в чем. Придумать некоторую электрическую аналогию вот такого водопроводного храма. Такие аналогии известны, существуют. Каждый из вас, поглядев на часы, увидит устройство, в котором таких элементов управления невероятно много. Значит, чуть подробнее. Рассмотрим кусочек полупроводника. На самом деле нам не очень важны какие-то физические основы полупроводников. Это очень забавное вещество, в котором мы можем регулировать количество проводящих частиц. В куске металла электронов ужасно много, электронов проводимости. В куске обычного металлопроводника. регулировать их количество совершенно невозможно. Но в куске полупроводника это очень легко. Оказывается, меняя электрическое поле около него, можно очень в больших пределах менять количество этих носителей заряда. Электрическое поле мы можем создавать, помещая заряды на проводящую пластину. только здесь надо непременно сделать вот что. Вид сбоку на этот бутерброд. Здесь непременно должна быть изолирующая какая-то часть. То есть называется эта штука чаще всего так. Ну, скажем, металл, диэлектрик, полупроводник. Вот такая система бутерброд. Называется это полевой транзистор. Их действительно ужасно много. их научили сделать не так уж и давно, всего там лет 40 назад. Но с тех пор процессы дошли до совершенства. полно вдавитель и в современном микропроцессоре таких элементов уже несколько сот миллионов шуток. Так вот, это устройство позволяет сделать вот что. Если я использую вот этот кусок полупроводника как нечто проводящее электрический ток, то я могу собрать электрическую цепь из батарейки и вот этого устройства. Меняя заряд проводящего листочка, кстати, его называют красиво затворным, меняя заряд этого маленького проводничка, я в широких пределах могу изменять ток в цепи. Причем аналогия здесь совершенно явная. Вот он, бак с водой. Батарейка обеспечивает все необходимые джорды. Для того, чтобы менять заряд, я могу просто менять потенциал этого проводничка. Так как все это очень маленьких размеров, необходимые заряды совершенно ничтожны. Они составляют какие-нибудь там пикокулоны или меньше того. Ну, пикокулоны не так популярны нынче, нанокулоны. Это даже еще меньше. Скоро на пистетле будет факультет наверное какой-нибудь пикофизики. Смотри еще. Нано. Что? Ну, тут будет наверняка. Ну, просто я чувствую веку. От микроэлектроники мы переходим к наноэлектронике, от нее к пикоэлектронике. Я даже боюсь сказать, что будет дальше. Ну, кстати, можете записать, там наверняка будет фэмтоэлектроника, потом через несколько лет помните предсказания. Такие вещи предсказывать не трудно. Ну, итак, у нас есть электрический элемент, который позволяет при ничтожных затратах энергии регулировать большие токи цепи. Кстати, вот эта часть нашего полевого транзистора называется еще понятнее и красивее. Канал. Проводящий канал, управляющий запор. Вы можете узнать аббревиатуру в английских текстах, это пишется MOS. вот это, кстати, слово семиконтакта, полупроводник. Про остальное вы догадаетесь сами, наверное. То есть, это самые применяемые на практике полевые транзисторы. Это не какая-то выдумка теоретиков, это то, что реально сейчас в электронных часах их там несколько десятков тысяч штук и так далее. Вещь весьма популярная. И теперь вторая красивая идея. Усилитель. Вот об этом придется рассказывать чуть аккуратнее. Итак, предположим, что у меня есть некоторый проводник, имеющий нулевой потенциал. Все остальные потенциалы или напряжения я буду измерять относительно этого проводника. Ну, его называют часто землей. Надо писать в кавычках, потому что это не совсем то, к чему мы привыкли. Но в целом, если я буду говорить про напряжение В 1 вольт, это будет означать, что нужная мне точка имеет потенциал 1 вольт относительно нашего нулевого провода, относительно нашей земли. Итак, вот такое устройство. Здесь написано так, плюс кав. Вход в выход. Это устройство, неизвестно как устроенное внутри, делает вот что. Если вы к этой точке прикладываете напряжение какое-то, скажем, подключаете сюда какую-нибудь батарею мысленно, создав здесь потенциал плюс В. То это устройство автоматически создает здесь потенциал К раз больше, плюс К на В. вот такое устройство будем называть усилителем с коэффициентом усиления К. Обратите внимание, господа, здесь не нарисованы очень важные части, здесь не нарисована батарейка или батарейки, которые обеспечивают все эти процессы. Здесь совершенно ни слова не сказано о том, как это устройство внутри сделано. Нам это совершенно не важно. Важно, что такие устройства за деньги и правы готовы сколько угодно дать в распоряжение. Да, да? Скажите, пожалуйста, а какая здесь в каком порядке? Плюс 3% или 3000 раз? К может быть каким угодно. 3% неинтересно. У обычных усилителей, которые таким образом делаются, коэффициент усиления от 10 до нескольких миллионов. Я сейчас чуть подробнее об этом расскажу. пока ответил на вопрос. Так вот, такая хитрая вещь сама по себе очень полезна. Но еще более полезна разновидность такого усилителя. Вот это то, что называют операционный усилитель. У него есть не один вход, а два. Вот этот вход называется плюс вход, этот минус вход. как-то внутри все это устроено. Будет интересно, расскажу подробно как. Вот у него выход. Тут опять присутствует нулевой провод, и, конечно, есть цепи питания с батарейкой. Без них ничего это работать не будет. Так вот, это устройство делает вот что. Предположим, что сюда мы приложили потенциал V1. Подключили батареи, микрофон или что-нибудь еще. А здесь создали потенциал V2. Тогда напряжение на выходе будет составлять K V1 минус V2. То есть такого рода устройство усиливает разность двух напряжений. Мы сейчас поймем, до чего это удобно. только два слова про такие усилители. Первое. Эти усилители очень дешевы. То есть стоят они копить. В прямом смысле слова. Тут центры, если вам более привычно такое наименование. Эти усилители выпускаются огромными тиражами. Собственно поэтому-то они дешевы. Обычно коэффициент K бывает огромен. Стандартное его значение 100 тысяч раз. 10 в пятой степени. Такие усилители носят красивое название операционный усилитель. В медицине это отношение не имеет. Это просто очень удобный усилитель. И я сейчас объясню чем он удобен. Важно вот что. Из него можно легко сделать любой нужный вам прибор. Оказывается что у транзисторной электроники есть один серьезнейший недостаток. Очень трудно сделать усилитель с коэффициентом усиления 100 тысяч. Правда при этом у разных экземпляров будет большой разброс. Скажем от 50 тысяч до 500 тысяч. Если меняется температура коэффициент усиления тоже может изрядно меняться. Но зато такие усилители очень дешевые и простые. Давайте я повторю несколько важных слов. Для некоторых целей мы сейчас выясним для каких нам нужен усилитель со строго определенным коэффициентом усиления. Очень легко сделать точные резисторы. Очень трудно сделать электронный усилитель с заданным коэффициентом усиления. Давайте приучим наш универсальный усилитель к тому чтобы он выполнял наши задачи. Итак нарисуем красивую схему. Операционный усилитель с огромным коэффициентом усиления К. У него есть два входа плюс и минус. Они отличаются только тем что напряжение одного из них здесь с плюсом другого с минусом. В принципе они ужасно похожи друг на друга. А теперь сделаем вот что. Вот он нулевой провод. Мы собираем замечательную схему. Резистор ну скажем 1 Ом. Резистор 999 Ом. И вот таким образом мы выход соединим с одним из входов. То что мы сейчас сделали называется введение обратной связи усилителя. Это внешне не похоже на обсужденный нами грузовик. Но в сущности это то же самое. Напряжение появляющееся на выходе попадает каким-то образом назад на вход. Ваш грузовик уклонился от нужного вам пути. Результат вы пытаетесь компенсировать крутя руль. Вход грузовика это руль, выход грузовика это его положение на дороге. посмотрите чем интересно такое устройство. Предположим я сюда подам потенциал В. Сколько будет здесь? Какой потенциал окажется на выходе? Ну всякий радиотехник знает на выходе будет У. Давайте свяжем эти две величины между собой. Смотрите это совсем все просто. Если здесь У то сколько будет здесь? эти два резистора разделили мне потенциал У разность между У и нулем в отношении тысяча к одному правда? То есть здесь окажется одна тысячная от него. Значит здесь будет одна тысячная У. Теперь это попало на минус вход. Значит мне надо от В отнять эту одну тысячную У. Все это умножить на коэффициент К. Предположим что коэффициент К составляет ну примерно 10 шестой стекли. Сколько у нас должно получиться при этом? У. У нас У должно получиться. У. Раскроем скобки но сделаем это так смотрите В равно одной тысячной У плюс одна миллионная часть У. На самом деле здесь стоит вот какая величина. Если это Р малый а это Р большой то здесь будет стоять вот что Р малый на Р малый плюс Р большой. Саша если можно писать немножко крупнее потому что задних рядах они не не видно. Ну хорошо я буду писать крупнее. Значит одна тысячная это отношение суммы сопротивлений к маленькой величине Р малая прибавить единица на К Обратите внимание господа эта величина пренебрежимо мала. Стоит мне взять большой коэффициент К как этой величиной я смогу пренебречь и у меня получится вот что уравно 1000 В ну или если я взял другие величины сопротивлений получится перевернут это величина то есть мой усилитель имеет коэффициент усиления 1000 и эта величина определена отношением двух резисторов эта величина может быть сделана крайне стабильной например если эти резисторы выращены внутри микросхемы из-за изменения температуры меняются они меняются в одинаковое число раз и отношение их остается очень постоянно то есть это достигается несложными технологиями значит если мой коэффициент усиления на усилителя изменится скажем до двух миллионов результат не изменится вовсе почти совсем то есть у нас есть способ из нашего универсального операционного усилителя получать усилитель с любым нужным нам коэффициентом усиления во много раз меньше чем коэффициент К0 но К0 там действительно огромный нам всегда нужен намного меньше во много раз меньше а теперь красивая идея номер два давайте я соберу вот какую схему операционный усилитель плюс минус вот сюда я подам входной потенциал В который будет зависеть от времени как-то меняться со временем а здесь мы сделаем вот что мы сделаем скажем резистор R посадим его на провод к нулевым потенциалу а сюда подключим конденсатор гемкости C маленькое примечание сделаем наш усилитель так чтобы токи текущие вот в этой цепи и в этой цепи были очень малы для господ радиолюбителей по-другому можно сказать входное сопротивление усилителя очень велико кстати это сделать легко будет интересно расскажу почему значит токи которые текут в остальных частях цепи во много раз превышают токи текущие во входных частях нашего усилителя вот интересно каким свойством обладает форте нет ли чего-нибудь знакомого здесь может быть какое-то знакомое слово сейчас возникнет на самом деле совершенно это очень хороший ответ это ответ на следующий вопрос друзья мои посмотрите на интересную вещь если здесь какое-то напряжение появилось наверняка оно какое-то есть правда оно в огромное число раз больше этой разности что это означает что эта разность практически ноль если коэффициент усиления нашего операционного усилителя огромен кому не нравится слово один миллион могут взять и больше такие усилители тоже есть это означает вот что вся эта система будет вести себя так чтобы эти два напряжения оказались строго одинаковы значит какой ток должен течь через резистор R чтобы напряжение в этой точке оказалось таким же как и здесь понятно что этот ток правильный VRT поделить на R теперь вопрос откуда взялся этот ток здесь ведь в этой части цепи тока нет он очень это означает что весь этот ток притек он отсюда наш конденсатор перезаряжается этим же током правда что можно сказать про заряд нашего конденсатора в этом случае стоп а понятно к какому слову мы сейчас придем да мы построили электрический интегратор смотрите производная от заряда вот этой пластины это вот этот ток значит мы устроились так что производная от заряда конденсатора равна V поделить на R значит сам заряд нашего конденсатора будет определяться интегралом от этого тока возникает вопрос а чем эта схема лучше вот такой схемы R C вот давайте сюда подадим напряжение V такую цепочку называют интегрирующей цепочкой почему она хуже чем настоящий интегратор из операционного усилителя давайте поймем это дело она может не совсем не в этом немножко дело дело вот в чем этот ток вовсе не пропорционален напряжению V этот ток определяется разницей между напряжением V и напряжением конденсатора стоит нашему конденсатору сколько-то набрать как этот ток перестает быть величиной определяемой V и наше интегрирование к сожалению разваливается для желающих можно даже оценить в течение какого времени эта штука может интегрировать оказывается это время определяется произведением R на C в нашем случае это время увеличивается во много раз для домашних размышлений вопросов эффекциент усиления усилителя К во сколько раз увеличивается это время ну вряд ли вы додумаетесь конечно хотя все данные которые нужны для ответа здесь есть ну понятно да на что я намекаю то есть увеличивается в огромной степени вот это время в течение которого эта штука может работать как интегратор это почти если у вас хороший операционный усилитель то у вас получился хороший интегратор обратите внимание на еще одну вещь он выполняет еще одну задачу если вы уже перевели ваше ускорение в напряжение то этот интеграл тоже будет в вольт тоже напряжение как устроить теперь из него переход от скорости в координате добавить еще один интегратор то есть эти вещи можно включать один за другим вот интересно хорошо бы создать такую игрушку лего да в которой есть набор из таких интеграторов из усилителей резисторов вот как такую штуку вот давайте придумаем для нее красивое название для такого радиоконструктора название придумано очень давно называется эта штука так аналоговая электронная машина я сейчас попробую этот термин объяснить чуть аккуратнее много лет назад возникла серьезная проблема анализа сложных механических электрических гидравлических систем системы эти описывались довольно сложными уравнениями каждое из таких устройств для анализа требовало ужасно много времени чтобы проанализировать свойства этой системы вот не свойственно ли такой системе например при воздействии внешнем начать вот так раскачиваться все быстрее и быстрее то есть не свойственно ли этой системе какие-то возникающие автоколебания согласитесь что для устройства управления этот выход совершенно не годится то есть как уследовать устойчивость таких систем запасы прочности таких задач возникало огромное количество просто уже вот вы не представляете математиков не хватало если для каждой такой задачи нужен был один математик вот даже если бы все население земного шара стало ну в общем это ужасно получается вот что нужно иметь какой-то способ разумного быстрого не требующего глубоких знаний решения такого рода задачи исследования такого рода системы и вот аналоговые электронные машины их иногда по недоразумению называют аналоговые вычислительные машины не совсем точно но все так привыкли что все машины вычислительные даже автомобиль во всяком случае это устройство я с ним познакомился с первым таким устройством в 1964 году на военной кафедре Московского технического института это большой секрет но он с тех пор уже потерял в значительной мере свою актуальность вот к сожалению нужно было решать эти задачи на том этапе когда то что мы сейчас называем вычислительными машинами настоящими совершенно не были развиты они представляли большую редкость и подготовительный период составления программ отладка программ занимал намного больше времени чем хотелось потребить возникает вопрос а вот что можно сделать с такими устройствами один совсем простой пример представьте себе вот сейчас Ярослав совершенно прав сейчас возникает колебательный контур колебательный контур описывается уравнением ну предположим у меня вот такой колебательный контур с затуханием катушка индуктивности L резистор R малый конденсатор C обозначив ток буквы I заряд конденсатора скажем вот этой пластины буквы I известное уравнение выглядит так Q деленное на C плюс R на I плюс A на I с точкой ну скажем равно 0 давайте вспомним господа я могу привести механический пример но просто меня вынудили разговором про колебательный контур можно было сделать совершенно то же самое из пружинки грузика и какого-нибудь вязкого трения уравнение получится одинаковое что кстати очень важно давайте вспомним еще чем связан как связаны между собой этот заряд и этот ток ну понятно что этот ток меняет этот заряд добавляется к нему в результате получается вот что E равен Q с точкой производная по времени соответственно здесь получается вторая производная то есть у меня получается такое уравнение L Q две точки плюс R Q с точкой плюс единица на C Q равно нулю чего-то здесь далеко от интегратора или до интегратора давайте перепишем это уравнение так предположим что нам задана величина Q две точки пусть это равно какое-то V ну разумеется как функция времени тогда у меня получается смотрите какое уравнение L V равно минус R ну на Q две точки и что-то с ним надо сделать чтобы получить Q с точки минус единица на C Q две точки и тоже что-то надо с этим сделать ну понятно что надо сделать с Q две точки чтобы получить Q с точки надо проинтегрировать а здесь надо еще раз проинтегрировать А вот теперь смотрите, что мы сделаем Вот это будет вход нашей системы Поставим здесь интегратор А здесь небольшой усилитель Небольшой усилитель с коэффициентом усиления, определяемым вот этим слагаемым Тогда из входного сигнала В мы сделаем вот эту величину Правильно выбрав этот коэффициент усиления Выход Теперь давайте поставим еще один интегратор И еще один усилитель с нужным коэффициентом усиления И выход от него Вот если мы сюда подадим напряжение В от Т То здесь мы получим То есть если сюда подадим вот эту величину То здесь мы получим вот эту А здесь вот эту Очень хочется получить сумму этих двух величин Давайте нарисуем значок суммирования Вот мы получили сумму этих величин Давайте получим минус эту величину Чтобы вот эти минусы оправдать Включим усилитель с коэффициентом усиления минус один Ну просто перепутаем входы Вместо плюса минус возьмем и все По операционному усилителю И вот осталось совсем немножко Вот что бы сделать с этим проводом Чтоб получилось красиво Смотрите, ведь вот эта величина Должна быть равна как раз с учетом этого множителя Давайте замкнем эту вещь Что мы при этом получили Из стандартных элементов Из интеграторов, усилителей Сумматор это совсем простая вещь Как складывать напряжение Ну при помощи резисторов Вот попробуйте придумать такую схему Как используют три резистора Просуммировать напряжение Так вот, эта система Набранная из наших элементов Лего Из нашего конструктора Эквивалентна колебательному контуру Она ведет себя так же, как колебательный контуру Во всяком случае, пока эти уравнения справедливы И вот теперь давайте сделаем вот что Давайте добавим сюда Плюс какое-то внешнее воздействие Подадим сюда какое-нибудь напряжение И посмотрим, как эта система начнет себя вести Принято подавать вот какое напряжение Давайте подадим ей один раз коленки Вот так Ну для любителей строгости Подадим нам вот напряжение Описываемое дельта функцией В общем, короткий импульс Для нашей системы это просто короткий удар И давайте посмотрим Как меняется Ну, например, вот в этой точке напряжения Оно будет соответствовать напряжению нашего конденсатора Правда? Вдруг наша система от этого удара Начнет все дальше и дальше убегать от равновесия То есть начнутся колебания То есть систему склонную к неустойчивости Мы таким образом увидим Мы можем оценить по картинке Кстати, а как эту картинку наблюдать, кто знает Даже прибор есть такой специальный Для наблюдения таких картинок Напряжение, меняющееся со временем Можно наблюдать при помощи осциллографа Поэтому в этот комплект входит набор интеграторов Операционных усилителей Резисторов и осциллографов И вы можете построить такую модель Описываемую сложным уравнением И тут же исследовать ее поведение Более того, вы можете тут же поменять входящие величины Переключая резисторы Менять коэффициент усиления этого усилителя Вы можете посмотреть Как это устройство будет вести себя под другим воздействием Но оказывается, вот такого единичного короткого удара достаточно Чтобы все свойства увидеть Дело в том, что любое напряжение Как-то меняющееся со временем Можно представить в виде суммы вот таких толчков Распределенных во времени Результат суммарного воздействия на входе Будет результатом Ну, понятно, каким То есть можно эту систему исследовать Можно быстро менять ее параметры Можно создать еще более интересную вещь Вот смотрите Предположим Что это сопротивление Это затухание нашего контура Сопротивление воздуха для механической системы Само меняется В зависимости от скорости При больших скоростях Сопротивление может оказаться пропорциональным квадрату этой величины Вот интересно Можно ли из этих же устройств сделать то, что может называться квадратом Вот входное напряжение, а на выходе напряжения пропорционально квадрату этой величины А более сложной, оказывается, это можно делать Причем очень простыми способами это достигается Вы можете, нарисовав на картинке нужную вам функциональную зависимость Тут же ее реализовать Без всякого труда Ну, было бы больше времени Я бы рассказал это подробнее Это интересно само по себе Но оказывается, что это можно сделать быстро и красиво И вот когда-то Ну, полсотни лет назад Это было единственным способом Исследовать сложные системы Условно говоря, вы сделали здание Ну, интересно все-таки узнать, насколько оно устойчивое Там кому-то жить придется А ведь здание это сложная вещь Все элементы этого здания имеют определенные характеристики Как-то при ударе начинают себя вести эти элементы Каждый из них может оказаться Ну, очень простым и красивым Каждый кирпич В сущности, довольно просто Но система, собранная из этих кирпичей Может оказаться непредсказуемой Если вы решите построить здание, расширяющееся кверху У вас ждут многочисленные сюрпризы То есть, хотелось бы знать это заранее Строить здание, потом его разрушать взрывами Там и набирать опыт Ну, это хорошая система, я понимаю Но расточительно Вы можете все эти взрывы, плотины и всего прочего Осуществлять вот на такой модели Эти взрывы там не опасны Вы можете посмотреть, насколько хорошо ведет себя ваша система Вообще, это само по себе очень интересно Это может быть, например, крыло самолета Да, да? То есть, в оправдании вам говорили Видимо, на основании метод Построить здание больше людей То есть, воправдание? Все же нет Я понимаю, о чем вы говорите То есть, имеется в виду вот что Там известна задача о том, что Укладывая один кирпич на другой Может дойти куда угодно Ну, на самом деле На практике этот метод не применяют По понятным причинам Когда-то там много лет назад На одной из союзных олимпиад Ну, в конце, когда олимпиада уже как бы закончилась Устроили развлечение Сделали что-то вроде КВН И вот там были, значит, команды Там команда Москвы Там против всех остальных, по-моему, сражалась Только капитанов И там, значит, два капитана Такие крепкие ребята Им сказали, значит, а вот такая задача по физике Вот кирпич, потом еще кирпич Вот сколько их можно уложить Вот так, на какие формы можно дойти Чтобы еще вопрос не кончился Они начали сразу кричать Там, бесконечность Нет, я первый сказал бесконечность Ну, в общем, они быстро договорились Что бесконечно много кирпичей можно положить Дойти куда угодно После этого отдернули за навесом Там, естественно, догадались Там лежали кирпичи И попросили, значит, их сложить Ну, не до бесконечных Хотя бы метров до двух В общем, один из них сумел три кирпича Уложить четвертого по-моему Вот Но это все-таки не бесконечно Нет, разумеется Речь идет не о том Что мы строим идеальную модель А потом на основе идеальной модели Закрываем глаза и принимаем решения Нет, разумеется Все ограничения нашей модели Ну, всякому человеку Должны быть исходно понятны Мы смотрим на идеальную модель Потом мы видим Что идеальная модель устойчива Мы говорим Ага, наличие трения Эту устойчивость не испортит Оно будет еще устойчивее Понятно, о чем мы говорим Мы можем играть какими-то параметрами Меняя сопротивление воздуха Меняя прочность каких-то элементов И так далее И видеть, что очень далеко до разрушения Только отсюда можно сделать вывод Что так можно сделать Речь, конечно же, не идет об идеализированных моделях Они идеализированы до разумной степени точности Друзья мои, вот просто любопытно Если вам будет интересно Подумайте сами Как из этого устройства Вот из такого конструкта Создать модель более сложной системы Которая описывается дифференциальным уравнением Более сложным И самое неприятное Нелинейные дифференциальные уравнения Решать намного труднее Вот оказывается Здесь можно набирать модели Довольно сложных элементов Ну, например, крыла самолета По крайней мере, я знаю просто Ситуацию, когда рассчитывали Именно таким образом Настоящие летающие самолеты По нынешним временам Все немножко проще стало У вас есть универсальная модель Вашего универсального устройства Которая служит для моделирования Моделирования Вы можете эту систему смоделировать На компьютере, на обычном И вот тут возникает красивая задача Я знаю, что у нас осталось 5 минут Больше 10 Десять? Да Ну, просто мы купаемся во времени Значит, вот красивая задача Ну, я начну опять же с истории Когда я был маленький, у меня был модем Модем на скорость 1200 бод Ну, боды это не совсем биты в секунду Но, по крайней мере, он был довольно медленный И все прогрессивное человечество Мечтало о том времени Когда модемы там будут страшно быстрыми 2400 И они появились И тут, значит, радиоинженеры Сказали, что это вообще достижение Что больше все равно уже нельзя Даже принципиально Ну, разве что можно немножко больше И как раз к этому моменту появились 4800 Ну, хорошо, 4800 Ну, понятно, что это предел Что больше нельзя В общем, конец этой фразы Закончился тем, что появились модемы На 9600, на 14000 То есть теория явно не работала А, собственно, почему нельзя сделать В телефонном канале быстрый модем? Давайте разберемся Как он работает И главное, какое отношение это имеет К нашему разговору Вот с этого места начинается трудный разговор Ну, попробуйте У нас немножко осталось времени Смотрите, в чем проблема Вы передаете сигналы Ну, условно говоря Нули и единицы Предположим, ноль Соответствует импульсу одной формы Единицы, импульсу другой формы Ну, я очень отвлеченно говорю На самом деле, все это немножко хитрее Ну, предположим, это так Вы пропускаете это дело через телефонную линию Получается вот что У вас ваши красивые импульсы Единичный и нулевой Эта телефонная линия искажает Они растягиваются во времени Появляются хвосты этих сигналов Он уже кончился давно Но от него еще какое-то последействие есть Когда вы принимаете ваши сигналы Вы должны узнать, что же там такое передавалось А они могут оказаться безнадежно искаженными Предыдущими импульсами То есть, как говорят, канал имеет память Чем уже полоса частот вашего канала Тем длиннее хвосты Тем длительнее эта память Результат того, что в вашем канале Когда вы большую скорость хотите использовать У вас импульсы более короткие Следовательно, память предыдущих импульсов Может оказаться ужасно неприятной И действительно, при попытке Увеличить скорость передачи информации Сокращая длину импульсов Вот эти последействия Обратите внимание, они предсказуемы Последействия определяется той информацией Которая передавалась раньше К сожалению, еще нет Мы еще не приняли решение Хотя бы о том, что у нас сейчас Более того, это действительно разумный способ Но, к сожалению, любая ошибка При этом размножается Неправильное решение о предыдущем Приводит к тому, что потом все еще хуже станет Значит, проблема заключается вот Чем ваши импульсы становятся неузнаваемыми И вот тут появляются красивые идеи А давайте попробуем исказить наши импульсы так Как сделает наша телефонная линия Сделаем модель нашей телефонной линии При этом будем сравнивать то, что пришло Не с тем, что должно было передаваться А с тем, что ваша система сделает из переданных сигналов Слушайте, это интересная идея Она непроста Для этого нужно знать и предыдущую историю И так далее Это непростая идея Но, тем не менее, если у вас создана такая модель То вы можете принимать решения Куда более обоснованные И, между прочим, вот эти модемы Которые работают на скорости 56 килобит в секунду Они устроены именно так Передаваемая информация Содержит некоторую предсказуемую часть Будет интересно, расскажу подробнее Эта предсказуемая часть используется Для того, чтобы определить Что же с этой предсказуемой частью Сделала ваша передающая система То есть передаваемые таким моделом сигналы Являются одновременно и тестирующими сигналами На основе этих сигналов Делается модель Возможных искажений И результат, принятый, сравнивается с тем Что эта модель далека При этом вы можете выбирать Между несколькими Несколькими результатами предсказаний Вот у вас пришел Какой-то хитрый сигнал Давайте посмотрим Что же пришло Задавая разные предыстории Таким образом, во-первых Получая хорошее совпадение предыстории Одной из возможных предысторий С тем, что вы приняли Вы можете уточнить и предыдущие результаты И построить Ваш сегодняшний Более того Можно все это задержать На некоторое количество импульсов На некоторое время Использовать еще и следующие каналы Следующие сигналы переданы Вообще, это очень любопытная штука А следующий, ну что же предыдущие Нет, нет, нет Я имею в виду вот что Мы можем сравнивать Несколько вариантов между собой И смотреть самый лучший То есть, в результате Получаются модемы Которые умудряются По телефонной линии По обычной Передавать Ну, столько, сколько Вроде бы передать было невозможно То есть, любой радиоинженер Если он не знает Современного положения дела Он скажет, что это, конечно Невозможно сделать Ну и, в общем, будет прав, конечно Ну, получается Оказывается, это можно сделать и по-другому И вот способов Различных Сделать То, что мы сейчас описали Есть много С точки зрения Арифметики Они совершенно эквивалентны друг к другу С точки зрения Железа, который мы при этом используем Они могут оказаться Совершенно Не похожими друг на друга Это может быть Такая аналоговая система Типа вот нашего Конструктора Это может быть Красивая Система Там просто С компьютера С программой Это может Ну, это много чего Может быть То есть, существует Много Эквивалентных С точки зрения Математики Но очень разных С точки зрения Исполнения Вариантов Того, что мы хотим Сделать Очень многие Современные приборы Представляют собой Просто компьютер Дело в том Что очень дешево И просто сделать компьютер Универсальный За счет огромного Количества Выпускаемых Таких вещей Его можно удешевить До крайности И воткнуть в него Просто определенную Вполне программу Вот обычные Электронные часы На самом деле Это небольшой компьютер Специализированный До предела Если вы хотите Что-то серьезно Поменять Вам не надо Полностью перенастраивать Линии На которых Эти штуки делаются Чаще всего Заменяется просто Микропрограмма Какая-нибудь Будет интересно Я с удовольствием Об этом подробнее расскажу Но любопытно Вот что Вот последняя Пожалуй на сегодня Красивая идея Результаты Такого моделирования Это может оказаться Интересным Во многих случаях Ну простой пример Вот знаете ли вы Что можно определить Положение человека Ну Такого богатого человека У которого есть Мобильный телефон Вот можно определить Его положение Там в городе В Москве С точностью Там метров до 50 Вот как это делается На самом деле Это Ну знаете об этом Я надеюсь Или нет Ну если не знаете То знайте И трепещите Во всяком случае Это услуга Которая сейчас Уже заказывается Достаточно легко Оказывается Мобильный телефон Устроен следующим образом Он Он Постоянно Там раз В несколько секунд Издает Крип Он такой Электрический Электромагнитный Его принимают Несколько Станций Ретроампляторов Вот эти соты Расположены Там на чердаках Зданий Там на На деревьях Они уже растут Вот эти Принявшие Сигнал Устройства Передают Информацию Об этом в центр Центр сравнивает От какого из них Сигнал сильнее И то Устройство Которое Лучше принимает Ваш мобильный телефон Назначается Ответственным за вас На ближайшее Какое-то время Но они имеют Большую информацию Они имеют Сигналы Принятые От множества сот В Москве Почти в любом месте Вас принимают 5-6 разных Претрансляторов Так вот На станции Есть данные о том Насколько Задержаны Друг от друга Относительно Друга Эти сигналы Можно решить Красивую задачу Где же Вы находитесь Если от вас Запаздывания Вот таким образом Отличаются Друг от друга Все усложняется Тем, что Есть эхо-сигналы Отраженные От разных Крыш И так далее Если вы не Примите во внимание Этих вещей Точность ваша Будет Очень плохой Точность Предварительных Таких вот вещей Составляет 200-300 метров Это примерно Соответствует Расстоянию Между этими Ретрансляторами Если же Вы построите Модель Этих Отражений Этих Устройств И так далее Вы можете Определить Положение Человека С этим Телефоном Просто Очень Точно Поэтому Если у вас Есть основания Опасаться Того Что Прямо К вам Направят Какой-нибудь Презент Неожиданный Более того Отключенный Мобильный Телефон Это тоже Не гарантия Дело в том Что его Из центра Можно включить Вот вынуть Батарейку Тут уже Они ничего С вами Не сделали Но Вот В остальных Случаах Это возможно И самое уж Последнее Вот есть Такие Интересные Люди Геофизики Они изучают Внутренности Вот то Что расположено Там на глубине Сотина Иногда даже Тысяч метров Под поверхностью Земли Ну Без того Чтобы рыть Бесконечное Количество Ям Они Создают Там некий Микровзрыв Небольшой Но очень Сильно Ударяют По поверхности А потом С десятка Примерно Точек Собирают Отраженные Сигналы А дальше Вот эта картинка Отраженных сигналов Нормальному человеку Не говорит Ничего То есть Информативность Такой картинки Сходу Равна нулю А дальше Начинается Примеривание Разных моделей Интересно Что же там было Внутри Сигналы Стали такими И вот Компьютер Начинает Строить модели Модель номер Один Там Под поверхностью Земли Кисель на глубину Двадцать километров Ну Не похоже Модель номер два Вот здесь есть твердые кусочки Здесь есть твердые кусочки Здесь что-то ужасно тяжелое Короче Компьютер За Очень небольшое время Успевает построить Очень похожие модели Сама по себе Идея Как делать алгоритмы Построение этих моделей Страшно сложно Но результаты поражают Ну Если вас не интересует Геофизика Вот может быть вы Что-нибудь слышали Про УЗИ Ультразвуковую Систему Обнаружения Месторождений Полезных в человеке Вот оказывается Эта штука работает так же То есть Можно построить Очень удачную Модель Вот внутреннего устройства Человека со всеми там Неприятными там Уплотнениями Которые дают Такую-то картинку Сама по себе Это конечно Такие задачи Это вызов и для программистов И для электронщиков Для кого угодно Но по сегодняшним Временам Это уже решенная задача То есть Моделирование Сама по себе Ну Представляет большой интерес Насколько велика вероятность С этим когда-нибудь столкнуться Ну Это в общем Пройденные вещи Но очень часто В конкретных задачах Возникает такой вопрос Вам предлагают модель Вы Должны изготовить По этой модели Устройство Вы программисты Электронщик А предлагают модель Медик Первым делом Надо уточнять модель Дело в том Что на этапе Уточнения В составлении Этой задачи Решается совершенно все Вы можете год работать По неправильной модели Я помню Совершенно незабываемое ощущение От работы С медиками Когда Мы решили Сделать простое устройство Для анализа Кардиограмм И вот Очень интересно Я был молодой И очень неопытный И я пытался перевести На некий конструктивный язык Вот эти разговоры Знаете Как врачи разговаривают Вот они вот так вот Вот этот зубец И вот такое движение Руками Вот этот зубец Я пытался Знаете Что же это за зубец Такой Ну невозможно Совершенно Вот То есть Составление модели Это ужасно сложно Часто основная Часть проблем Но уже когда Модель Разумная А что такое Разумная модель Модель Из которой Потом можно Получить результат Далеко не всегда Заранее понятно Какая модель Разумная А какая нет Я помню чудную задачку Из одного задачника Там С высоты 2 километра Самолет его пробивал Парашютист Нужно было определить Скорость перед приземлением Значит Сопротивлением воздуха Пренебречь Вот Ну вот Хорошая модель Хорошая Вот И вот Само по себе Исследование моделей Составление модели Разумное Но пробиваемое Это страшно интересная задача Вот здесь Широкий простор Человек Который понимает Дели Вот Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал Игорь Негода